Стугна и другие убийцы. Ждем активизацию украинских диверсантов. Александр Ставер в военном обозрении за 7 декабря 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить Ирину за регулярные денежные переводы в поддержку моей работы. Огромное сердечное спасибо. А остальным напоминаю, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента репостами, лайками, комментариями более пяти слов. Спасибо за понимание. Поехали. Ну что ж, на земле ВСО все чаще и чаще получает по носу, то на одном, то на другом направлении. Частенько читая сообщения с ЛБС, создается впечатление, что природа выступает только на стороне россиян. Там и мышь, и слякоть, и исчезновение зеленки. А нашим это вовсе не мешает наступать. Увы, трудности взаимны. Сложно всем в равной степени. Только обороняющиеся сидят в подготовленных окопах и блиндажах. А наступающим приходится преодолевать грязь и лужи на собственном пузе. Так что в данном случае природа выступает как противник. А тут еще рекордный шторм, который повредил систему обороны побережья Крым. Конечно, части береговой обороны предлагают все усилия по быстрейшему восстановлению системы, но сегодня я решил напомнить об одном подразделении гор, которое становится серьезной угрозой безопасности крымчан. Нет, это подразделение не может пока проводить серьезные операции, но пакостить по мелочам вполне способно. Я о батальоне специального назначения гуру Украины «Стугна» и других подобных формированиях. А их в распоряжении генерала Буданова достаточно. Это и группа «Парагоны», батальон «Шаманы», группа «Артан». Многие из таких групп и батальонов уже имеют опыт проведения боевых операций с высадкой на побережье противника, в частности в Крыму и на левый берег Днепра. Начальник гор постоянно говорит об амбициозных целях таких подразделений. Они освободят полуостров, они уничтожат систему береговой обороны Крыма и обеспечат возможность массовой высадки ВСУ с моря. Они обеспечат снабжение партизанских отрядов, крымских патриотов и тому подобные глобальные цели. Сами же спецназовцы прекрасно понимают, а иногда и озвучивают в зарубежных СМИ реальные цели и задачи своих подразделений. Убивать русских солдат и сепаратистов, понимая мирных жителей, создавать информационную картинку для западного обывателя и искать дыры в системе обороны побережья. На большее, о чем говорит Буданов, у подразделений просто нет ни сил, ни средств. Почему выбрал именно Стугну? Да просто потому, что наш общий знакомый, на статье которого я уже ссылался, для американского читателя опубликовал бравурную статью о героях именно этого батальона. Рассказывал командир Стугны Дмитрий Ленько. Мне кажется, что именно из-за этого батальона на Западе решили лепить героев. Тем более, что в состав Стугны входит довольно много действительно известных на Украине спортсменов. Они опознаны по фото и видеоматериалам, попавшим в прессу, либо выложенным бойцами подразделения в качестве доказательств успешности своих операций. Например, Кристиан Ударов, член Киевской организации «Традиция и порядок», ТИП, вице-президент Украинской Федерации карате. Известный спортсмен, каратист, многократный чемпион Украины. Так как первоначально Стугна формировалась как батальон терробороны, в состав подразделения входят и граждане других государств. К примеру, в центре фото из Крыма с флагом подразделения стоит гражданин Белоруссии Игорь Янков. Футбольный фанат Минского «Динамо» бежал на Украину после того, как стал фигурантом нескольких уголовных дел. Он участвовал в массовых протестах против избрания Александра Лукашенко. Почему нам стоит обратить внимание на диверсантов? Впервые о Стугне заговорили после нападения на российское подразделение на левом берегу Днепра через два месяца после выхода наших войск из Херсона. Именно тогда, в январе 2023 года, диверсанты совершили свою первую вылазку. Тогда две группы диверсантов численностью до 20 человек высадились на левом берегу и обстреляли якобы штаб российского подразделения в здании местного ресторана. Затем, потеряв несколько человек, диверсанты успешно сбежали на правый берег. Диверсанты успешно сбежали на правый берег. Те, кто мониторит украинские СМИ, помнят, как командир отрицал потери. Кстати, это происходит по сей день. Но даже по видео, выложенным в гор, видно, что в лодке, которая отчаливает от берега, явно меньше 10 человек. Две лодки по 10 человек изначально было. Вышли в лодке с видео человек 6-7, где трое. Но главное не это. Главное это время, когда действовали диверсанты. Зима, январь. То есть оказалось возможным производить высадку на побережье и в зимнее время, или в холодную погоду. Отсюда, как мне кажется, и появилась идея высадки диверсантов в октябре месяце. С одной стороны, уже холодно, и береговая охрана будет считать, что высадка невозможна априори. А с другой стороны, если использовать высокоскоростные водные мотоциклы, появляется шанс на успешное выполнение задачи. Что, в принципе, и получилось. По словам командира Стугны, рейд до побережья длился несколько больше, чем планировалось. 10 часов на водных мотоциклах. Катер вполне подходит для транспортировки одного диверсанта с оборудованием. Но даже при не очень серьезном волнении и внушительной загрузке, такой катер склонен к опрокидыванию, что и происходило периодически. Как бы то ни было, пиар-компания украинские диверсанты провели. Помните реакцию западных СМИ на этот рейд? А реакцию в самой Украине? Ведь это подавалось как великое достижение украинских разведчиков, как возможность чуть ли не на постоянной основе гадить русским в Крыму. Вот что сказал Ленько по этому поводу. Стратегически наша цель – освободить Крым. Но тактически у нас есть несколько целей. Одна из них – фактически уничтожить как можно больше врагов. И другая тактическая цель – скорее идеологическая. Нам нужно показать сопротивлению или людям в Крыму, поддерживающим Украину, что мы движемся вперед и что украинский флаг, несмотря на то, что его столько лет не было в Крыму, вернулся на полуостров, на безрыбье и рак рыба. Вернусь к тому, с чего начал этот материал – к ситуации на ЛПС. Уже сегодня понятно, что ВСУ, как и всю Украину, ждут тяжелые времена. Снарядов мало. Надо экономить. Хваленые американские абрамсы забирают назад, стремясь сохранить их имидж великих. С призывом – проблемы. Ключевые узлы обороны трещат по всем швам, да еще и предстоящие зимние радости, связанные с морозами и прочими прелестями зимы. Киеву, как воздух, нужны победы. Любые, пусть и ненужные, но перемоги. На суше таких побед нет и не предвидится, да и на море тоже. Но там сохранился хотя бы в виде иллюзий, хоть какой-то шанс на успех. Может и поэтому ВСУ сегодня гонят на убой солдат в крынке. Их перемалывают, а новые прибывают и прибывают. Недавно видела рассказ пленного о том, как он стал штурмовиком. При эвакуации с левого берега он увидел, что ранили его товарища. Помог погрузиться в лодку. По прибытии на правый берег получил за это втык от командира роты и был переведен в штурмовики. Правда, ему повезло, в кавычках. В самом начале боя он был контужен, так что сидел в окопе тихо. А потом сдался нашим. Остальные валяются там же, на позициях. Теперь в виде упоров для стрельбы нового пополнения. Думаю, стоит ожидать активизации именно диверсионной работы. Для этого, судя по некоторым признакам, ГУР создал достаточно обширную сеть одноразовых агентов. Тех самых теток, что ни с того ни с сего пытаются поджечь военкоматы или орут посреди улицы нацистские лозунги. Люди с российскими паспортами, получающие все положенные гражданам России льготы и выплаты, купившие жилье за счет государства и пускающие сопли. Я больше не буду, когда их ловят. Вчера прошла информация о том, что в приграничных областях созданы подразделения типа СМЕРШ периода Великой Отечественной войны. Не знаю, правда ли это, или кто-то выдал желаемое за действительное. Но даже если это фейк, его необходимо в ближайшее время воплотить в жизнь. В условиях войны нужны специализированные для военного времени органы контрразведки. Сейчас кто-то начнет вопить о демократии и прочих западных идеалах. На войне демократии не бывает. Ни в армии, ни в тылу. Возможность поговорить и обсудить – это привилегия мирного, жирного времени. И жалость к преступникам тоже привилегия мирного времени. Если враг не сдается, его уничтожают. Гениальная фраза великого человека, под руководством которого однажды уже скрутили голову фашистам. Ну а боевые водолазы и стогные других подразделений ГУР – это враги, которые не остановятся ни перед чем и ни перед кем. Их задача – убивать. Не важно кого. Главное – убивать. А таких щадить не стоит. Горбатова, как гласит русская поговорка, могила исправит. Точнее, только могила. Александр Ставер. Стогна и другие убийцы. Ждем активизацию украинских диверсантов. Субтитры создавал DimaTorzok